МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В проактивном режиме пенсионный фонд перечисляет выплаты льготникам по-новому. В Магадане начали приемку школ к новому учебному году. Прежде чем дети пойдут получать знания, комиссиям предстоит проверить 20 учебных заведений на наличие необходимых условий для повседневной учебы детей. В контрольную группу вошли заместитель главы Магадана Юрий Козетов, представители общественности, департамента образования, отдела охраны здоровья и пожарной безопасности. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, первоклашки побывают на праздничной линейке в начале сентября. В этом году у нас уже записалось 1106 детей, ожидаем порядка 1200, в принципе, на уровне прошлого года. Самый главный критерий – это, конечно, выполнение противопожарных мероприятий, санитарно-гигиенических, в условиях ограничительных мероприятий, которые, в принципе, будут распространяться и во время образовательного процесса. Это, наверное, одна из составляющих. К концу августа городские школы укомплектуют всем необходимым оборудованием. Это рециркуляторы для обеззараживания воздуха и тепловизоры для определения температуры у посетителей на расстоянии. Коллективы во время учебы максимально разобщат, а время посещения школ распределят с учетом наименьшей вероятности контактирования учеников. Стройки Магадана посетил глава региона Сергей Носов. В списке проверки объекты реализации национальных проектов, государственных и региональных программ. От кольца 31-го квартала до набережной реки Магаданки укладывают новый асфальт, благоустраивают прилегающую территорию, высаживают газон. К подрядчикам были замечания по скорости работы, однако специалисты обещают сдать объект в срок. Мы идем с опережением графика, работы выполнены по устройству тротуаров, по установке бордюрного камня тротуарного и по устройству дорожного бордюрного камня. Сделан демонтаж асфальтобетонного покрытия и уложен в выравнивающий слой, ну, первой половины. Сейчас идет демонтаж у нас асфальтобетонного покрытия второй. Когда планируете закончить? Мы планируем закончить, ну, где-то к 20-му, к концу августа. Продолжается строительство бассейна на улице Октябрьской. Все основные детали комплекса построены. В данный момент здесь проводят коммуникации, выполняют отделочные работы. Работы ведутся по посаду, по наружным сетям, отопление, водоснабжение, канализации. Ведутся работы по кровле, ведутся работы по бассейну, маленькой чаше и большой чаше. И мы закончим строительство 25 ноября. Глава региона оценил ход работ на участке берега укрепления в бухте Нагаева. Напомним, после схода берега по дороге в морской торговый порт сделали одностороннее движение. В прошлом году вдоль пляжа установили сваи, чтобы устранить сход грунта около портового шоссе. Компания обанкротилась, строительство остановилось. Сейчас на этом участке работает новый подрядчик. Приступили к работе. Идут изготовленные металлоконструкции, трубошпунт. Поэтому объем 274 миллиона подрядчик конкретно освоит. Параллельно он сейчас помогает в работах на пирсе. Видите, забивает там трубы. С подходом трубошпунта работа копра переместится в сторону мамонта. Бассейн на Октябрьской школе в снежном берега укрепления со стороны парка «Маяк». Фок Президентский, пирс в бухте Нагаева, кванториум, бассейн в поселке Ола и детский сад в третьем микрорайоне. В 2020 году в Магадане отремонтируют 8 дворов, 3 крупных участка автомобильных дорог и возведут новые значимые для города объекты. Некоторые из них сдадут в срок уже в конце этого года. Остальные в течение двух лет. Сохранить аутентичность одного из наиболее сохранившегося лагеря для репрессированных на Колыме намерены специалисты Государственного музея истории ГУЛАГа и Фонд памяти. Они подали заявку в правительство Магаданской области на присвоение территории бывшего лагеря Днепровский статуса объекта культурного наследия. Это даст возможность предусмотреть консервацию строений, охрану территории и проведение научно-исследовательских работ. Сохранность, она абсолютно уникальная. Такого уровня сохранности объектов, я знаю, что около пяти. Все остальное на всей территории нашей страны уже находится не просто в руинах, это заросло лесом, застроено, и можно найти только какие-то фрагменты фундаментов там, где располагались большие лагеря. Здесь доступность и сохранность. И третье, с чем мы столкнулись, исследуя этот лагерь, с тем, что уникальные есть воспоминания людей, которые описали, как этот лагерь функционировал. В Днепровске один из сталинских лагерей на Колыме, расположенный в 320 километрах от Магадана. Свое название объект получил по имени Ключа, одного из притоков Нерги. После музификации территории бывшего лагеря Днепровский и реставрации, объект планируется превратить в культурно-исторический комплекс, доступный для посещения. От этого отдается отдельный приоритет, потому что это все-таки наша история и это наше наследие. Определенные наработки уже есть, соответственно, работаем по дорожной карте по дальнейшему. То есть, в целом, остается решить вопросы с логистикой. И я думаю, проект имеет большие перспективы и будет иметь большой успех у туристов. Помимо лагеря Днепровский, включить в музейную мемориальную инфраструктуру России, рекомендована пересыльная тюрьма и исправительно-трудовой лагерь Бутугычак. У нас частный двор. Куда едем? Двор прямо в центре города. В час пик становится местом притяжения автомобилистов. Жителей дома такая ситуация не устраивает. Елена Жулева уже несколько лет борется с нарушителями. Только недавно ситуация сдвинулась с мертвой точки. Мы провели межевание, взяли землю в собственность и теперь мы хотим установить шлагбаум. Сейчас, в данный момент, у нас идет оформление документов. При проектировании города не планировалось такое количество автомобилей. Сейчас оно составляет 75 тысяч зарегистрированных транспортных средств при населении в 92 тысячи человек. При таком огромном количестве необходимо воспитывать культуру дорожного движения. Важно помнить, что не каждый из нас водитель, но каждый из нас пешеход. В мире накоплено достаточно много практик по управлению в городе, местами для парковок, разграничения маршрутов и так далее. И по сути сейчас у нас это все только на начальном этапе. Та же самая Европа этим серьезно начала заниматься 20-30 лет назад. По итогам недавнего опроса Магадан-Медиа, 63% жителей хотят видеть в своем дворе клумбы и парковки. Но благоустройство и комфорт зависит не только от органов власти, но и желание граждан сделать среду вокруг себя максимально благоприятной. Парковки в магаданских дворах после рабочего дня скорее напоминают популярную игру в тетрис. Дело осложняется жителями, которые считают определенное место только своим. Например, здесь установили даже специальные таблички, хотя по закону не имеют права. Парковка в неположенном месте может стоить водителю 6 тысяч рублей. Помочь правоохранительным органам могут и магаданцы. Достаточно позвонить в административно-техническую инспекцию мэрии. В заявлении необходимо отразить данные заявителя, это фамилия, имя, отчество, контактные данные для обратной связи. Также место, дату совершения административного правонарушения и время. Транспортное средство, на котором совершено административное правонарушение. И при наличии фото или видеозаписи совершенного нарушения необходимо приложить ее к заявлению. Автолюбителю необходимо помнить, что при покупке машины нужно сразу подумать, куда ее ставить. Арендовать место на стоянке или приобрести гараж. С 28 июля ежемесячная денежная выплата льготным категориям граждан сотрудники пенсионного фонда осуществляют в проактивном режиме. В частности, это касается инвалидов. Раньше, чтобы выплаты установили, гражданин должен был подать заявление лично, если такие льготы ему нужны. Теперь же территориальные органы ПФР сделают все самостоятельно. От человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставки, которое можно подать через личный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР. Мы получаем информацию о том, что человек стал инвалидом. Сейчас у нас есть такие сформированные базы данных. Помните, мы в прошлом году много раз рассказывали, федеральный реестр инвалидов – это вот для этих целей. Есть еще единая государственная информационно-социальная система. Она используется для других целей. Но, собственно говоря, при определении права мы можем заглянуть и в нее. Органы ПФР назначают выплату в течение 10 дней с момента поступления информации. Сама процедура определения инвалидности сейчас также происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских учреждений. Такой временный порядок действует с 1 марта по 1 октября 2020 года. Расширили торговую площадь, увеличили ассортимент и повысили качество обслуживания. Востребованный среди магаданских автомобилистов магазин «Автомакс» переехал в новое здание и рад предложить своим покупателям товары от ведущих компаний мира в наличии под заказ. К услугам владельцев железных коней, оригинальные запчасти и масла от прямых поставщиков из Японии, Кореи, Арабских Эмиратов и Китая. Мы прислушаемся каждому клиенту, потому что машин становится в Магадане гораздо больше. И, соответственно, мы стараемся ассортимент также увеличивать. Наши поставщики являются дилерами. Мы представляем очень крупных здесь в Магадане поставщиков, таких же, как и Unicom, Megatex Trading, Autobis и других партнеров, с кем у нас сотрудничаем. За каждый товар мы также можем предоставить сертификаты, мы за него выручаемся. То есть у нас есть гарантийная определенная группа товаров, которые попадают под гарантию. Руководство сети постоянно работает над повышением не только качества предлагаемых товаров, но и удобством обслуживания. Для клиентов нового магазина предусмотрена просторная парковка, а в скором времени планируется открытие оснащенной СТО, что позволит экономить время автовладельцев. Во всех автоточках с клиентами работают только высококвалифицированные специалисты. Сотрудники, которые могут максимально качественно подсказать и сориентировать. У нас даже есть такие моменты, когда к нам клиент приходит, и у нас чего-то не бывает в магазине, к сожалению, либо мы упустили, либо у нас закончилось, либо вообще чего-то у нас не было. Мы максимально пытаемся сориентировать клиента, где это может деталь перебесить и в Магадане, либо если не в Магадане, то мы его стараемся привезти под заказ. Хотелось бы, конечно, услышать обратную связь в первую очередь. Это можно сделать и приехать к нам в магазины наши, оставить какую-то заявку, отработать, если у нас чего-то нет в наличии. Магазины «Автомакс» располагаются по адресам Марчиканский, переулок 23 и улица Транспортная, 19. Режим работы с 10 до 19 по будням. В субботу вас рада видеть с 10 до 17, в воскресенье с 11 до 15.00. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений. Во вторник, 4 августа, в Магадане переменная облачность без осадков. Температура ночью 10-13 тепла, днем воздух прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Ветер восточный 2-4 м в секунду. Влажность составит 59%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63-66-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова